я хочу рассказать как все это дело закончилось короче мы долетели до сала нормально минут за 30 наверное долетели все хорошо быстренько даже воду раздавали в самолете и вышли в аэропорту тоже все отлично потому что мы все знали даже вообще без задержки там пока багаж там грузили мы уже были на вы на выезд из города на выходе то есть мы не у таксистов не останавливались нигде мы знали где нужно брать этот аллогер маршрутку вот и мы тут же выскочили на дорогу в темпе большом вот и летела маршрутка мы думали мы не успели а он нет он нас заметил он проехал и задний ход дал нас посадил доехали до сала это привычно да сколько там 13 до санта-мария где-то километр 12 до это вот ну то есть довольно долго это мы ехали вот и я отдала деньги может их отдала 500 рублей получается на маршрутке билет стоит 120 вот и он не сдачи ждал как положено 260 то есть вообще все прекрасно вот так вот ночью мы доехали за копейки до города вот от того места до куда он доезжает до того места где у нас апартаменты последний вот в этом месте у нас идти буквально там два квартала муж уже по дороге шел смотрел как бы что ответила девушка когда он написал что мы задерживаемся мы же на четыре часа позднее вылетели вот она ничего не написала кроме того что раньше написала что я вас буду ждать вот зашли воду купили по дороге за 70 центов полторашку взяли и все и доходим до ее дома мы не как бы ну не знали что дальше будет стоим смотрим на окна так примерно знаю что у нас 2 3 этажа вот и она на балкон выходит нам машет а ты написал да что мы пришли она со второго этажа вышла с балкона и нам помахала я подумал поэтому что мы будем на втором этаже жить потому что она на балконе выше с балкона вышла махать на вот и она выходит такая очень симпатичная я с ней познакомилась лариса ее зовут вот пойдемте говорит мы поднялись на 3 этаж я поняла знать что она сама на втором живет раз она нам с балконом махала рукой вот апартаменты шикарные мне все понравилось просто видео сделаем покажем все чистенько вода горячая есть полотенце есть газ есть электрозажигалка есть две спальни есть диванчик гостиной есть кофемашина 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 кофеварка ты нет не нашел и я поищу когда будем видео показывать я поищу вот в общем я хочу сказать что все понравилось и дай бог мы там последние две ночи и завтрашний день хорошо проведем спросили ее где тут можно покушать она сказала тут недалеко ресторан название такой типа дрэгом я услышала думаю дракон что ли и она сказала увидите синий blue вот и мы идем по дороге видим действительно синий вот эти вот синие это огни горят вот подошли спросили есть суп да рыба дня тоже нам предложили тунец правда они сказали очень хороший быть тунец вам чем мы взяли два супа один тунец на двоих муж как всегда пиво свое любимое это стрелы ему нравится и официант сказал мы креола все любим а муж говорит а я люблю классику он говорит а мы креола чем принесли ему креолу вот а я тут все маракуйя беру то сок то напиток вот в этот раз мне напиток принесли а вот значит но я так скажу настроение хорошее правда муж у меня когда голодный и уставший сильно меня кричит кричал злился сейчас когда я сказала я пойду куртку возьму сказал я тогда вообще никуда не пойду остался дома я ушла вниз на улице его стояла ждала 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 минут пять писала ему он не отвечал пришлось опять подниматься за ним вот вышли сейчас он опять на меня ругался зачем я powerbank подключила в общем короче тяжело тяжело вот на голодный желудок петь но но меня ничем не совьешь всем привет к об аверте остров сал город санта-мария